Для улучшения порядка в сети, для улучшения управляемости, мы наложим некоторые ограничения на доступ к серверам и на доступ к оборудованию. В данном случае у нас полный доступ к любому серверу с любой машины. Доступ к коммутаторам с любой машины, что не очень секьюрно. Давайте сделаем следующее. Наложим следующее правило на веб-сервер. На веб-сервер откроем доступ для всех пользователей по 80-го порту на данный момент. Кроме того, администратор должен по Талнету заходить, на самом деле по SH, но мы для примера Талнет сделаем. По Талнету заходить и доступ по FTP иметь. Файловый сервер. Файловый сервер у нас для работы внутренней сети. Соответственно, внутренняя сеть должна иметь доступ по FTP. Ну и, предположим, там у нас самбо стоит. По порту самбо иметь доступ. Почтовый сервер. С почтовым сервером должны работать все. Они должны работать по SMTP и по PUP3. Ну и плюс администратору дадим доступ по FTP и Талнету. Для проверки доступности серверов из любой сети мы разрешим ICMP сообщения в сеть серверов. Сеть АЗА у нас есть. Мы запретим им любые запросы за пределы сети. Но в сеть АЗА мы сейчас поместим администратора и ему, естественно, все разрешим. Ну и, кроме того, доступ к сетевому оборудованию ограничен только для администратора. Давайте мы создадим администратора с самого начала, чтобы было кого потом конфигурить. А потом займемся, собственно, конфигурацией. Итак, это у нас ноутбук поставим. Назовем его. Админ. Админ. Так. Подсоединим его к 24-му порту, который у нас свободен. 24-й порт это сеть АЗА. И, соответственно, дадим ему необходимые. Ну, давайте посмотрим, что он под ICMP получит. Вот он под ICMP получил 32-й адрес, а мы ему дадим 200-й адрес. 200-й адрес у нас как раз прописан за статически назначаемыми адресами. Значит, gateway 10.128.6.1, DNS 10.128.0.5. Интерфейс Ethernet 0. Это 10.128.6.2.0. И маска 255.255.255.0. Теперь давайте пропингуем сервера 10.128.0.5, DNS пропингуем. Сейчас поднимутся каналы. Вот пошло. ВВ пингуем. ВВ так пингуем. И теперь начнем ограничивать доступ. Как ограничивается доступ? Он ограничивается с помощью списков доступа. Естественно, поскольку у нас центральный пункт пакетов это маршрутизатор, списки доступа будут ставиться на маршрутизаторе. В списке доступа у CISCO есть нескольких видов. Мы применяем простые и extended, расширенные. Названия появились в процессе развития. Простые списки у нас просто ограничения по IP-адресам. Extended списки это ограничения по TCP-адресам. То есть адрес, IP и порт. Итак, давайте мы начнем конфигурацию. Итак, входим. Пароль набираем. Терминал включаем. Создаем access list. Extended, поскольку у нас учитываются порты. У нас при навешивании на интерфейс листа он может на входящий трафик и на исходящий вешаться. В данном случае, поскольку у нас ограничения на доступ в конкретную сеть, не из конкретной сети, а в конкретную сеть, мы делаем исходящий. Назовем его servers out. И вот теперь начинают сконфигурирующие. Можно задать некое примечание, что это веб-сервер. И очень простой синтаксис. Разрешить, запретить протокол TCP с любого хоста к хосту 10.128.02. 10.128.02. По протоколу, по 80-м порту. Собственно, он у нас должен появиться в списке. Show.ru Вот access list появился. Теперь мы его повесим на порт, ведущий в серверную сеть. Конфигурируем терминал. Интерфейс F0.03. IP. Access Group. Название Акла. Servers out. И на исходящий трафик вешаем. Давайте просмотрим, что у нас получилось. Давайте пропингуем сервер. Не пингуется. Пропингуем сервер DNS. Не пингуется. Давайте посмотрим по веб-браузеру. 10.128.02. А веб-браузер открывает. Что же случилось? Дело в том, что, когда пишется список доступа, в конце, имплицитно, неявно, прописывается ремарк команда deny all. То есть запретить все остальное. То есть мы разрешили для доступа в серверную сеть только доступ по 80-м порту к серверу веба. Как результат, у нас обрубились и ICMP. Пинговать не можем. И DNS мы убили. DNS у нас не работает. Ну, мы это все исправим попозже. Пока будем действовать по нашему плану. А именно разрешим для администратора FTP и Telnet. Конфигура терминал. Опять имя access-листа IP access-list extended servers out и разрешаем администратору TCP с хоста администратора хост 10 128 6 200 на хост ВВВ 10 128 0 2 FTP FTP у нас два порта занимает, как вы знаете, порт управления и порт передачи данных. Соответственно, тут у нас надо задавать не равенство порту, а диапазон портов. range 20 ну, мы можем как FTP прописать порт. И то же самое для Telnet. Telnet нужно заметить, что вот этот второй порт, он очень мешает у FTP работе через firewall, поэтому сейчас в основном распространены так называемые пассивные FTP, то есть когда и трафик данных и трафик управления идет по одному и тому же порту. Посмотрим наш конфиг в данном случае. Вот прописалось дополнительно два правила. Ну и мы теперь давайте посмотрим, что у нас с настройками на сервере сервисов. Конечно, это скорее заглушки к сервисам, но их можно смотреть. Вот у нас есть FTP поднят, тут циско-циско доступ. Давайте посмотрим, как у нас осуществляется доступ по FTP к нашему серверу. Итак, попробуем с администратора Command Prompt FTP посмотрим, какие у него параметры FTP Target 10 128 02 юзернейм циско и пасворд циско. Все, мы вошли на FTP, причем тут, как вы видите, он в пассивной моде. Значит, Ctrl-C вышли. Попробуем с другого хоста войти на FTP. Итак, FTP 10 128 02 Он пытается подсоедниться, пытается, пытается и отваливается по тайм-ауту. Собственно, то, чего мы и добивались. Следующий этап это настройка работы с файловым сервером. Итак, опять конфигура терминал, access list IP access list extended servers out. Сделаем заметку, что это файл сервер. теперь мы должны доступ со всей внутренней сети разрешить к файловому серверу по SMB. Это у нас будем считать 445 порт. Итак, permit TCP 10128.0.0 это вся наша сеть при работе с аквами указывается не маска сети а так называемый шаблон адреса вилдкарт эта вещь позволяет нам очень тонко вырезать нужные адреса как мы знаем маска только последовательный ряд цифр забирает то есть последовательные блоки а вилдкарт более тонко можно вытаскивать адреса но вы об этом не задумываетесь в простых случаях ее можно воспринимать как реверсную маску то есть мы заменяем единицы нулями, а нули единицами и тогда у нас маска вместо 2552500 превратится в вилдкарт маск 00255255 и к хосту 10.128.03 и по порту 445 ну и то же самое по доступ к ftp, но не из внутренней сети, а вообще из всей сети и внешне и внутренней это у нас будет Any Permit TCP Any и к этому хосту хост 10.128.03 по протоколу ftp это у нас два порта 20 и 21 writemem showru вот у нас конфигурация наша вот у нас прописались два дополнительных правила настроим теперь почтовый сервер конфигуры, терминал ip access list extended servers out это mail remark mail итак к почте у нас доступ не только изнутри, но и снаружи но во-первых, чтобы приходила почта, а во-вторых, чтобы сотрудники когда мы подключим внешний интернет, могли снаружи читать нашу почту итак permit TCP Any к хосту 10.128.04 по порту SMTP и то же самое по POP3 вот таким вот образом мы настроили доступ к почтовому серверу со всех компьютеров запишем теперь то, что мы убили мы убили днс нам его нужно оживить тогда мы конфигураем терминал ip access list extended servers out это у нас днс днс у нас настроена по удп удп 10 128 0 0 мы обслуживать внешние сети не собираемся это наш днс днс к хосту 10 128 0 5 по порту 53 ну давайте посмотрим что это у нас привело днс command prompt пинк www днс каи рука то есть то что у нас не был доступен пинк у нас и не будет доступен конечно мы же его еще не открыли мы должны проверить по броузеру что броузер будет работать не только с адресом числовым но и с адресом доменным вв донская руден ру угол ой на тут у нас все это не быстро дайте мы пока разрешим айси импи в сеть серверов мы сделаем так мы просто хотим чтобы айси импи встала вверх списка а список вот давайте посмотрим у нас есть ли у нас вот тут список просто едка к спискам то что внутреннее представление списка списка оно идет более сложное оно идет с помощью чисел как скажем в бэйсике когда каждая строка задается отдельным числом а и пи а а а а а а ксис лист вот шоу access лист мы задали а а у нас в выдался наш лист сервер сау и как вы видите все строки нумерованы числами И чтобы встать в начало Access List, мы можем сделать вот такой трюк, а именно IP Access List Extended Servers Out. Трюк следующий. Вот у нас наша команда Permit ICMP Any Any. Мы в начале номер поставим. Номер поставим в начале. И посмотрим, как это выглядит в конфиге. Вот у нас Permit ICMP стал первым. И посмотрим, как это выглядит в виде Access List. Вот он первый. При этом следует сказать, что в реальной циске у нас есть команда, которая потом переномерует все Access правила заново. Но в симуляторе эта команда отсутствует. Command Prompt. Давайте пропингуем. Пинг 10-128-05 пингуется. DNS запрос идет на пятый сервер. Вот с внутренней сети. Да, конечно, куда это будет идти? Мы тут ошибку сделали. Давайте быстро переправим. Вот так вот. Вот все, заработало. ВВВ. Донская. Руден. Ру. Все работает. Все чудесно. Следующее, что мы должны сделать, это ограничить для сети ОЗА. Теперь у нас следующая ситуация. Мы трафик направляем не в сеть, а из сети. Тогда мы ставим, что трафик идет не OUT, а IN. Комфт. Айпи. Айпи. Аксеслист. Экстендед. Аза. Ин. Ремарк. Админ. Так. Админу мы разрешаем все. Айпи. Хост. 10. 120. 8. 6. 200. Энни. При этом мы помним, что в конце повесится декларация deny all. То есть то, что мы разрешили одному, а всем остальным будет запрещено. Так. Интерфейс F0.0.104. Айпи. Аксесграб. Аза. Ин. Ин. И теперь нам нужно разрешить доступ к сетевому оборудованию только для администратора. Айпи. Аксеслист. Экстендед. Это будет входить в сеть оборудования, поэтому от. Out. Мы подписываем название к правилам, к названиям аксеслистов, чтобы потом не запутаться. Remark. Admin. permit айпи хост 10 128 6 200 сеть 10 128 10 и вел карт mask 000255 и вешаем это на интерфейс интерфейс f002 айпи access group management out-out вот мы применили те правила которые собственно мы и хотели применить вот список или шоу access лист вот у нас access листы 3 access листа действия этих правил оставляю вам на самостоятельную проверку